Мир вам, дорогие друзья! Приветствуем вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Очень приятно общаться с вами, и пусть Господь вас благословит и умножит благодать и милость. Сегодня у нас в студии очень хорошие гости для меня, конечно, и я думаю, что это будет приятно для вас. Это мои друзья, семья Кирневых из Молдовы, и это есть благословение, то, что иметь таких людей, которые сегодня в это время совершают великолепное служение, служение среди арабского мира, проповедь об Иисусе Христе, которая несется в арабский мир. И все мы знаем, что сегодня арабский мир особенно нуждается в проповеди Евангелия, и сегодня там двери открываются, и сегодня проповедь об Иисусе Христе должна нестись во всем странам, потому что в итоге, несмотря на всю, казалось бы, такую статистику, которая кажется, что мусульмане преобладают и набирают, как говорится, вес и обороты, на самом деле все происходит совершенно по-другому. Они набирают вес только по количеству рождаемости, но не по количеству обращенных в их религию. По количеству обращенных в христианство гораздо больше, и это преобладает. И сегодня люди, которые узнают весть об Иисусе Христе, и независимо от того, где они были и кем они были, в какой вере они были, многие, узнав, кто такой Христос, узнав, что это такое, принимают Господа Иисуса Христа. Я хочу представить семью Кирневых. Пожалуйста, представьтесь. Я являюсь отцом семейства, значит, меня зовут Сергей Кирнев. Также со мной находится старший сын Павел, и Господь нам даровал женой семеро детей. И семеро имеют музыкальное образование. У нас семейная группа музыкальная, с которым мы, можно сказать, несем вместе или совместно с семьей и служением. А какие инструменты вы используете в музыкальном образовании? Павел, скажи, Павел, ты на чем играешь? Я пианист и являюсь руководителем ансамбля. И ты руководитель, да. У нас в нашем ансамбле три скрипки, одна виола, най или по-английски панфлот. Также мы поем, мы играем и поем, комбинируем. Я очень уверенно могу сказать, что я с ними был в Турции и в Молдове я когда был. В 2012 году был в Молдове, в 2013 году мы вместе были в Турции. И я лично видел, как они играли и как они действительно прославляли Господа. И это есть огромное благословение. И много слышал, и много знаю, и даже всегда собираюсь с ними поехать в страны Ливан. Есть возможность. Есть, есть, но возможности пока нет. Они посещали. Какие страны вы посещали, брат Сергей? Скажите, пожалуйста, я слышал, что вы были в Ираке. Вы были в Ливане. Где вы еще были? Расскажите, пожалуйста. За последние больше 8 месяцев совершали служение в Египте, Арабских Эмиратах, Ливане, Иордании, Турции и Ираках. Расскажите, пожалуйста, о служении в Египте. По порядку, давайте. Служение в Египте. Сегодня там власть поменялась, да? Да. Лучше там стало или хуже? Ну, сразу нельзя определить, лучше или хуже. Для христиан, вы имеете в виду. Но я имею в виду, что для христиан сейчас, конечно, лучше. Но говорят, что при предыдущем президенте как-то он был на стороне христиана. То есть, по крайней мере, больше было безопасности, чем сейчас. Ну, Египет — это мусульманская страна, где в основном это и шииты, мусульмане. И также есть значительная часть христиан. Ну, говорят, что колеблется от 10 до 15%. Христиан? Христиан, да. О Египте, ну, по крайней мере, можно говорить многое. Ну, это одна из небогатых стран. Очень, очень... Ну, служение идет, а кое-где охраняется служение. Хорошо, что вы там делали? Вот, проводили там евангелиционное служение. Но я хотел подчеркнуть о некоторых моментах. Хотя для нас это даже и здесь находясь или говорить, это небезопасно. То есть, то, что мы говорим, мы говорим... Ну, вы говорите то, что безопасно. Да. Говорим иногда с определенной целью. Чтобы дать информацию народу Божьему. Да. Дать, по крайней мере, или ободрить, или призывать к молитве. Потому что мы верим, то, что делает сегодня Господь, это делается по молитве Церкви Божьей, по молитве народа Божьего. И только Бог вдохновляет, дает дерзновение. И мы видим, как Бог действует, как меняет души. Это прерогатива Бога и Духа Святого. И, конечно, мы говорим об этом христианам, призываем к молитве, даем информацию, чтобы, если кого-то Господь побуждает, чтобы принимать участие в служении. И, в целом, мы хотели бы засвидетельствовать о том, что Бог сегодня открыл двери в арабском мире. Открыл двери для благовестия. Это не говорит о том, что ждут тебя с распростертыми руками. Конечно, в своем разговоре я хотел подчеркнуть и другую опасность. Когда мы говорим и свидетельствуем, иногда присваивают нам некоторые регалии. Но мы тоже такие же люди, как и все. Но хотели бы похвалиться Господом. Апостол Павел говорит, хваляющийся, хвались Господом. И даже есть опасности в нашем разговоре или свидетельства, чтобы иногда не присваивать себе вот эту славу, а чтобы был Господь. И мы хотим засвидетельствовать, что это делает Господь через нас. Только Богу вся слава принадлежит. К примеру, мы едем в Египет. Было поручено брату, чтобы он совершил там или организовал служение среди молодежи, подростков, детей. В основном у нас вот такое направление. Сеять Слово Божие. И этому возрасту, когда мы уже едем, а после уже брат свидетельствует, я не могу себе представить, как это сделать. Как собрать этих людей, когда здесь в основном 90% и более 90% это шииты. Как там проводить эти служения, понятия не имел. Он обошел в фенном городе школы, предлагал свои, можно сказать, предложения, высказывал. Ну, везде стена. Даже разговаривать не хотели об этом. И только в одной школе. Ну, спросили, ну, кто эти люди, которые едут. Я не знаю, что он говорил о нас, но они дали добро. Когда мы начали служение, это было 20 октября, мы помолились и были рады, что хотя в одном месте мы можем... Разрешили вам хоть где-то, да. Но произошло чудо. Оказывается, со всех других школ города пришли посмотреть, вот, ну, на это мероприятие послушать. И когда закончилось это служение... Сколько человек было там? Это было около 800 человек. Собрать столько людей? Когда закончилось... Только Господь может. Когда закончилось это служение, на следующий день открылись все двери. Все. Брат говорит, я не верю своим глазам, после он делился. То, что я вижу, это чудеса. Это чудеса. Вчера были закрыты двери. Сегодня все открыто. Мы не имели возможности даже и близко приблизиться. Тем более, что-то предлагать. А сегодня встречают нас с такими почетами. Были с построениями, национальными гимнами. Вот, а димны государственные спели, а после предоставили нам слово и участие. И так, можно сказать, началось служение. В результате недели мы охватили около 6 тысяч. Великий Господь. 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 Я вам скажу некоторые секреты успеха в жизни. Она может рыть. Ты мне рассказываешь, что это главное будет в вашей жизни. Вы должны любить Бога. Субтитры делал DimaTorzok 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 Да, потом уже они хорошо к нам относились Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Аккуратнее Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вы представляли как Молдову. Да, мы представляли Молдову. А с Молдовой еще были там группы? Нет, только наша группа была. Правительство знало, что вы поехали туда? Да, знали СМИ, знали... Но как бы цель нашего участия на этом международном конкурсе, то есть мы не поехали туда, как за славой, как многие... Не надо потом говорить. Прежде чем вам туда ехать, мы с Сергеем разговаривали. И я рекомендовал туда ехать. И если вас спросит, почему вы поехали, вы можете сказать, что я вас просил. Потому что когда Сергей спрашивал, ехать или не ехать, я был один из тех, который сказал, надо обязательно ехать. Потому что для того, чтобы нам открывались двери где-то, куда-то, нам нужно среди этих людей представить себя. Поэтому все это нормально. Дальше. И мы, конечно, перед этим молились с семьей долгое время. «Боля ли Божия?» Но мы потом поняли, мы... Ну, все так хорошо складывалось. И мы действительно видели, что именно Божья воля туда поехать. И мы туда... Мы участвовали в 12 номинациях в разделе «Госпол», то, что означает христианская музыка и гимны. Мы... Собственно, 12 номинаций. Что это такое? То есть, ну, 12 участей, там разные стили. 12 разных участей, да? Да, 12 песен. Ну, допустим, там «Госпол», разные, допустим. То есть там селф-аккомпанемент, инструментальная музыка, только потом чисто вокальная. Вы участвовали в нем в некоторых? Мы в разделе «Госпол» и «Классическая музыка». И «Классическая музыка». В двух? Да, в стилях, да. Из 12 вы участвовали в двух стилях? Как бы, да, можно сказать, что это два стиля таких. И разные... Ну, еще, допустим, там раздел инструментальный. Я уже сказал, как бы, допустим. Участвовали с песней «Минуту жизни трудную». Это акапельная песня. Мы вошли с ней во второй тур. То есть там были два отборочных тура. И те, которые уже проходят, они попадают в финал. Ну, мы прошли два отборочных тура и попали в финал. А в отборочных сколько участвуют? Вообще участвующих на этом конкурсе около 1500 исполнителей. 1500 исполнителей? 1500 исполнителей из 52 стран. Ну, там различные еще категории. Да, ну, разные, да. Кроме... Да, мы вот... И еще мы исполняли наши инструментальные произведения, которых мы исполняем на Ближнем Востоке. Это как бы такая арабская музыка, да. Одна из них. Ну, и, конечно, мы перед этим работали с высококвалифицированными музыкантами, которые подготавливали нас. И еще в процессе подготовки, вот когда мы вошли в финал, нас подготавливали очень серьезно. То есть мы набрались этого опыта именно с целью, чтобы потом использовать это в нашем служении. То есть не то, что... Не то, что просто вышел и все. Да, не для того, чтобы мы, когда даже молимся, мы говорим Богу, чтобы Бог нас уберегал от гордости, от славы, чтобы мы не присваивали то, что принадлежит Богу. Ну, в результате наши исполнения песни были награждены. Мы получили 12 медалей и еще одна медаль дополнительно. Ну, всего 6 золотых, 6 серебряных, одна бронзовая. И присвоили нам как статус... Ну, это получается 13-12. 13, да. 6 золотых, 6 бронзовых и одна еще бронзовая. Всего 13, да. И еще как во втором туре присвоили звание чемпиона по исполнительским искусствам. О, во втором туре присвоили вообще по... Да, потому что каждый тур представлял собой как отдельный такой... Я думаю, что это Господь. Да, мы молились, конечно... Это Господь. Ну, мне, например, очень приятно, когда наши христиане, наши верующие люди участвуют вот в таких конкурсах и занимают первое место. Ну, я не хотел говорить об этом, но было у нас особые переживания в этом вопросе. Поскольку у нас братство очень, ну, такое, сказать, центристского направления. Очень мне нравится. И были, ну, вот некоторые, как бы, и переживания, как все это воспримут. Ну, переживания мы всегда переживаем. Кому можно проповедовать, кому нельзя проповедовать. Христос пришел, и он был друг мытарям и грешникам. Христос пришел, и он все время проповедовал всем людям. Он не говорил, о, извините, я сейчас не буду тут проповедовать, потому что здесь пришли книжники и фарисеи. Им не нужно проповедовать. Нет, нет, он не говорил, что вот собрались люди, а там было калеки, несчастные, бедные. Он так не говорил. Слушайте, о чем вообще говорите? О чем вообще идет речь? Я думаю, что вы склоняетесь в религию, вот в секту. Нам никто не запрещал. Просто переживания есть. Мы проповедуем Христос распятого. Проповедуем где? Везде. Проповедуем кому? Всем. Проповедуем по всему миру. И когда Господь нам открывает двери проповедовать Евангелие по импакту, проповедовать Евангелие вот в Лос-Анджелесе, где вы представляли нас, мне, например, очень приятно, что есть у нас христиане, которые играют на музыкальных инструментах и играют великолепно, настолько хорошо, что среди полутора тысяч участников они взяли шесть золотых медалей, шесть серебряных. Кстати, ты бронзовый не почитал. Ну, я бронзовый тоже почитал. Ну, а что, бронзовый? Зачем бронзовый? Вот все должны быть золотые. И я хотел бы, чтобы все у вас были золотые. Ну, вот так вот, значит, нашлись люди, которые лучше играют. Значит, вам нужно еще достигать дальше. Вот. Почему это происходит? Потому что, когда вы приезжаете в Египет, когда вы приезжаете в Ливан, в Сирию, в Ирак или куда-то, кто вы такие? А, мы играли в Rockland Baptist Church. So what? Ну и что, что вы играли в Rockland Baptist Church? Мы играли там. Не-не, вы выступали на фестивале, на конкурсе. Вы заняли места. У вас есть удостоверение входа, чтобы выступать перед другими людьми. Бог дал вам возможность идти, открывая двери. Апостол Павел проповедовал фесту. Да кто он такой вообще? Как бы он мог? Какое он имел право ему проповедовать? Да не должен он там был быть. А нет, он пришел. А тот тому проповедовал. Тому проповедовал. Всем. Поэтому я, очень мне приятно, что вы участвовали в этом. Я не согласен с теми, кому не нравится это, потому что это уже секта, это религия, это вообще, это мертвое, это неживое. Когда говорят, там нельзя, тому можно, тому нельзя. А Христе говорить нужно всем. И прославлять Христа нужно везде. Вы играли молитву минуту жизни трудную. Это Лермонтова, это же потрясающее произведение. И еще одно произведение, которое называется The Resurrection War. На английском языке мы выучили его. Это песня о восхищении. О восхищении. Да. Это же прекрасно. Вы вообще, вы понимаете, и вам дали за это золотую или серебрную, или бронзую медаль? Здесь, по-моему, серебряная. Серебряная. Ну, там чуть-чуть было. Немножко там, да. Еще надо лучше. Поэтому благослови вас в этом Господь. И слава Богу, что вы участвовали в этом. Теперь, где вы еще были? Ну, в этом году совершали служение в Ираке. В Ираке, да? Да. В Ираке. Но вы уже в Ираке были раньше, да? И сейчас продолжаем в Ираке. В этом году два раза. Уже в этом году только два раза. В январе и в феврале были служения. В январе были служения среди серийских беженцев, а в феврале были недели евангелизации. Мы находимся в северной части Ирак, среди иракских беженцев. В этом небольшом здании проживаю 57 дней. Вот в таких комнатах живут семьи. Здесь указывают, что живут или спят на полу. Вот такой быт. О, шокрано. Шокрано. И мы христиане. И для нас очень высокое звание называть себя христианами. Шокрано. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы находимся в Северном Ираке. Есть возможность открываться сегодня для проповеди Евангелия. Люди, находясь в таком состоянии, в таких условиях, они открыты для Евангелия, открыты для Благой Вести. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, к примеру, находясь сразу же там, или когда мы ехали в январе месяце с семьей, были большие переживания. Я, конечно, представляю. И я хочу сказать, что я не делюсь своими переживаниями даже с близкими. Но когда мы ехали туда, я не был уверен, что я вернусь обратно. И я даже написал, и хотел передать завещательное письмо через моих друзей, жене. Но друзья меня начали уговаривать, они тоже переживали со мной, что не надо расстраивать. То есть Господь, мы будем молиться, Господь будет хранить. А что я хотел написать в этом письме, просто если не вернусь, чтобы жена обратилась к некоторым друзьям, если не нужна будет какая-то помощь. Вот с таким, можно сказать, переживанием мы ехали туда. Когда мы едем, конечно, между собой мы не говорим на эти темы. Дается возможность, чтобы каждый сам принимал решение, ехать или не ехать. Это решение каждого личного, это посвящение каждого личного. Но когда мы поехали туда... Кстати, с вами едут сколько дочерей? Три дочери и два сына. Три дочери и два сына. Это наша группа музыкальных. Чтобы не подумали, что это только ребята все. Да, конечно, для дочерей были и переживания, и как за сыновей, и так же за дочерей. Каждый посвящает себя Господу. И принимает решение самостоятельно. Но когда мы поехали туда, мы увидели, почему мы там. И видели, почему именно необходимо это служение. Когда люди начинают тянуться, когда собираются, когда слушают Слово Божие, видишь вот эту жажду Слово Божие, то все страхи, все переживания уже уходят в стороне. Вечером нас заковрали в одном месте, там полуподвальном помещении, где мы ночевали. И нет необходимости говорить, где. И в этом помещении, потому что были там железные двери и решетки. И пастор... То есть заковали это по-настоящему заковали. И пастор дал мне один телефон, но я даже не говорил друзьям, которые со мной или детям. Он дал мне телефон и говорит, если будут ломиться в двери, вот, то позвонишь по этому номеру. То есть если что-то будет. Ну и, конечно, можно себе представить, как можно ночевать. Когда слышишь или шум, или шорох, или стук, и всегда вот так в тревоге, что это такое. Мы находились там, где было служение среди сирийских беженцев. Это было 50 километров от линии фронта, где происходили бои, где люди убивали друг друга. И 110 километров от столицы Масула, где столица исламистов. И, конечно, приходилось нам встречаться с этими людьми, которые непосредственно вырвались оттуда. Мы были среди сирийских беженцев, среди иракских беженцев. И то, что свидетельствовали и слышали, это не подается иногда воображению, что мы живем в 21 веке. Там, когда заходили исламисты в Масуле, они поставили условия тем, кто не согласен, чтобы сразу освободили. И с условием никаких ценностей не брать с собой. Там, если что-то заметят, расстреливают сразу. Кто успел, сразу ушел. А кто задержался, уже попал под волну насилия. Там было взято 500 женщин, молодых женщин, девушек и молодых женщин. То есть до 30 лет где-то. Ну и продавали их на рынке от 17 до 25 долларов. В зависимости от возраста. И то, что нам приходилось слышать, это неудобно даже и говорить об этом. Но эти люди, конечно, многие из них страдают, но при этом нуждаются в Господе. И вот когда эти люди приходят и просят, чтобы помолиться о них, помолиться об этих нуждах, мы понимаем, насколько это важно. Я бы хотел сказать о том, что, находясь среди сирийских беженцев, мы попытались провести переговоры, чтобы начать лагерь детский там. Мы попросили хотя бы 200 детей на это лето, дайте возможность, чтобы мы поработали. Провели лагерь, учебную часть мы программу составили, имеем. Говорят, нет, это невозможно. Я был с группой братьями. Брат Григорий Кронин был с нами. И говорят, нет. Почему? Ну, потому что вы с одними будете заниматься, остальные будут смотреть. У нас будут проблемы со стороны родителей. Чьи дети лучше, чьи хуже. Если вы хотите заниматься, занимайтесь со всеми детьми. Я спрашиваю, а сколько же у вас детей? У нас 5 тысяч детей. Если вы что-то хотите делать, делайте со всех. Со всех. Я говорю братьям уже без перевода. Мы пришли здесь чуточку коснуться двери, они распахнулись. Мы не готовы что-то делать в этом году, потому что нам только 70 сотрудников нужны для этой работы. Ну, я говорю о том, что насколько Бог открывает двери. Брат пастор говорит, у нас 70% новых членов, это за последние полтора года. За полтора года изменились отношения к христианам. Если своих там пропускают блокпосты, то, что проверяют, то христиан, если христианин пропускают, быстрее проезжайте. Вот насколько, какое доверие, то есть отношение. И, конечно, учитывая эти возможности, нужно проявлять свет и то, что Господь требует. Великий Господь. Еще где вы были, кроме Ирака? Ну, в Ливане были. Служения были в этом году. В этом году снова были. Да, да. То есть, это зона служения. В Ливане были евангелизации среди детей, в школах, с молодежью, по некоторым городам. В Турции когда вы были в последний раз? Ну, в Турции я был с братом, где мы там... После того, когда со мной там были, вы уже были после этого? Был где-то полтора-два месяца тому назад. Это в... Ну, даже чуть больше двух месяцев. Я был с братом, где раздавали... Мы как раз попали и участвовали в раздаче, и попали на это служение, раздача Евангелия. Вот. Ну, и тогда я был, мы тоже раздавали. Да. Ну, кстати, был с одним братом, который и готовится к служению. И он был раньше, имел свое мнение. Говорит, это надо начинать с другим подходом, работать. Это раздавать Евангелие, это пустая немного трата времени и денег. Эти Евангелия берут и выбрасывают их. Это... Не надо этого делать, его мнение. Но я бы хотел сказать, нам власти дали, через братьев дали разрешение. Это с двух часов было. Там пастор, брат Георгий, вот, Джордж, он непосредственно ведет это служение. И нужно молиться, чтобы Господь благословлял этого труженика, потому что Бог через него работает. Вот. Ну, я бы хотел сказать с братом, которым мы находились, рядом. А во время этого служения с двух часов до семи вечера дали нам время. Потому что, говорят, если больше вы будете, если что-то случится, мы не отвечаем. Поэтому там внештатная охрана, скорее всего, наблюдают вот за всем этим процессом. Пошел дождь. Подождите, я когда был, тоже дождь пошел. Да. Подул ветер. Ну, это такая пора времени. Да. Мы окоченели от холода. 18 человек окоченели от холода. Я заходил под видом покупателя в соседний там магазин. Разглядывал эти сцены 5-6 минут, чтобы отойти. Вот. И мы, опять же, выходил и стояли с братом плечом к плечу. Я бы хотел подчеркнуть. Он говорит, ты посмотри. Ты посмотри, как глаза горят у этих людей, которые берут. Которые берут. Которые берут, да. Посмотри, как глаза горят. И поистине это так. Эти люди. Ну, польза есть большая. Польза большая. Ну, какая польза? Я говорю, что насколько сильно Слово Божие. Среди нас был пастор, который 13 лет тому назад ему дали Евангелие. Он через Евангелие обратился к Господу. Сейчас он пастор. Среди нас юноша. Там я его, то есть, передал брат, что он был с нами. Где через Евангелие он пошел, сдал свой паспорт и говорит, напишите, что я христианин. Он трудится с нами. А у них в паспортах написано, кто он? Конечно. В паспортах написано, ты христианин или ты мусульманин. В паспорте. Да. Такие сведения я имею. Что это написано в паспорте. И когда он вернул и потребовал, чтобы написали, что исправили, что он стал христианином, это о чем-то значит. Это многое что значит. Это говорит о том, как действует Слово Божие. Сегодня в Турции имеет население 74 миллиона и более. Из них основное население от 14 до 30 лет. 60 процентов. Это молодежная страна. То есть такие данные я прочитал, я прочитал статистики. Ну, а там уже кто берет, предлагают, кто берет. Ну, разрешение дает. Разрешение. Слово Божие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 В этом конкурсе И Господь вас благословит В этом году ждут сегодня в пять стран В пяти странах вас ждут? Уже у вас есть договоренность? Сейчас уже готовятся евангелиционные служения, подготавливаются к осенним, это октябрь-ноябрь, где пройдут серьезные служения, вот, уже выходятся на другой уровень, то есть, ну, по крайней мере, еще раз хотели подчеркнуть, что дверь открыта, это не говорит о том, дверь открыта, приходите, вот мы вам даем... Ну, ну, мы что-то понимаем, Христос ходил по земле, и двери для него были открыты или закрыты, трудно сказать, с одной стороны были открыты двери, с другой стороны его иногда выгоняли даже После одного служения, где мы были, почему мы иногда говорим, свидетельствуем, первое, мы понимаем, весь процесс, который проходит по домостроительству Церкви Божией, это по молитве народа Божия, Бог через молитвы действует И это очевидно, и вот такой момент, то, что хотел подчеркнуть, на одном из служений один брат говорит, ну, вы знаете, брат, вы едете туда, ну, чтобы вы знали, что там есть опасность, там могут вас, ну, по крайней мере, можете пострадать, я говорю, брат мой Хорошо, что он сказал, потому что вы не знали этого Конечно, конечно, что здесь посвящение, и нужно, и я бы хотел сказать, что Нива Божия нуждается, и это не прогулки, и это не экскурсия, это посвящение Но мы убедились в одном, что там, где это и есть, там, где мы посвящаем себя Богу, Бог начинает использовать Именно в этом Бог проявляет себя И мы тоже такие люди, как и все, и со страхом, и с переживаниями, но просто мы понимаем, что когда мы в руки Господа отдаем себя, то Бог что-то будет делать Я хотел бы сказать, ну, это не без того, когда мы или собираемся ехать Сегодняшний день, это большая опасность, что могут похитить Большая опасность, что сейчас спрос на заложников могут взять в заложники, после требовать денег и так далее И, конечно, я могу себе представить и то, что и нас могут похитить, и насколько это когда могут, могу быть свидетелем, как издеваются над моими детьми и так далее То есть, и это допустимо То есть, это мы себе допускаем, но мы доверяемся Господу Ну, вот люди, которые нас смотрят, допустим, сейчас, они думают, ну, ради чего вы все это делаете? Что вы с этого имеете? Вот я думаю, что у некоторых, которые смотрят сейчас вот эту передачу, думают, ну, для чего? Вам что, платят за это? Вы получаете от этого какие-то... Мы даже, когда и едем, до последнего времени иногда не знаем, чем поедем То есть... Потому что на выжать, а у нас билетов еще нет Это момент был, когда мы... Уже идет реклама в одном... То есть, братья организовали в одной стране, идет реклама Где приглашают людей на служение, организованно Осталось где-то пять дней до вылета, мы не знаем еще, откуда мы возьмем деньги на билеты Еще нет денег на билеты На билеты нет И я позвонил одному брату Это Бог действует через него Стоит ли говорить или нет? Ну, если он хороший, почему нет? Брат Петр Ткачук Слава Господу! Я говорю, займите нам, вот А после мы будем искать и возвратим эти средства И... потому что там мы не объясним, что нужно билеты, то есть деньги за билет Но Петр не умеет занимать, он умеет давать Ну, он перезвонил через пять минут и говорит Мы решили купить вам билет И говорит, что слава Богу, это ответ от Господа То есть, вот вот так Кстати, они оплатили тогда видеопрограммы, видеофильмы, фильмы Иисуса Христа, и в Англии оплачивали очень много Поэтому вот что мы имеем Я бы хотел сказать Что Господь говорит ученикам Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Почему мы иногда призываем народ Божий к молитве, к посвящению? Потому что это очень важно Благодаря этому Бог совершает свое дело Мы не можем ответить до конца Мне задают вопрос Ну ладно, ты-то уже жизнь как бы живешь Но ты и твои дети, риску, семью подвергаешь Как бы что от этого? Мы не можем до конца ответить Но мы понимаем, что Бог дает дерзновение Бог дает побуждение И как написано, апостол Павел говорит Молитесь, чтобы Бог открыл двери И чтобы дал дерзновение проповедовать, открывать тайну благовествования, как должно То есть это по молитвам Бог делает Иногда непонятно, почему идешь на смерть Почему идешь на ристи Но это действие Духа Святого Ничто иное Я вот когда был в Турции, я слушал свидетельства людей Которые из ислама перешли в христианство И как этот один из братьев Гасан, кажется, или Мухаммед Он свидетельствовал, что многие люди сегодня приходят в христианство Из ислама, из мусульманства через сновидение Господь дает им сон, сновидение Да, это Хасан говорил Хасан говорил, да Вот он говорил, через сновидение Господь открывал И для того, чтобы он осознал свое положение Сегодня есть люди Есть ли мусульмане, которые встречают вас там очень хорошо? Ну, по крайней мере, да Некоторые есть, да? Конечно, есть Это нельзя сказать, что все агрессивны Но иногда здесь нужно знать немного Но могут иногда встречать их хорошо Ну, не знаешь, что за спиной, что за люди Ну да, ну То есть это Я на Кавказе родился и вырос Я жил себе мусульман Я это знаю Стать там христианином Ну, к примеру скажу Мы отправили миссионера от нашей церкви И вот миссионера прикрепили его к тому брату Который два года тому назад Он говорил Я не знаю, кому молиться Он из Сирии Я даже не знаю, кому молиться Мне говорили, что христиане это страшные люди Я имел понятие о том, что это нехорошие люди христиане Здесь я столкнулся с христианами Я в замешательстве Я увидел, это другие люди Я даже не знаю, кому молиться Но я молю единому Богу Чтобы Бог открыл мне истину И вот этой зимой То есть в январе, когда мы встретились Он приветствует меня и говорит Я хочу тебя поприветствовать как брата во Христе Хорошо Павел, скажи что-нибудь, пожалуйста Твои впечатления посещения этих стран Как ты? Конечно, каждая поездка Может кто-то подумает, что это как турне Я не думаю, что кто-то так подумал Для нас каждая поездка Мы к ней относимся очень серьезно И, конечно, у нас определенные переживания, страхи Якобы это не скрываю Действительно, мы едем Мы не знаем Даже порой Мы первый раз, когда в Ливан поехали А там очень рискованно В плане того, что очень много терактов Вот мы с братом Мухаммедом утром выезжаем А он такой Мы едем в Бейрут А он говорит Ой, сегодня в Бейруте был теракт Ну, можно себе представить Сразу себе Взорвали там что-то Да Как бы эмоции А он говорит Ну, сегодня был теракт И буквально через пару часов Мы проезжаем через это место Где был теракт Вот, конечно, вот были очень такие Но мы У нас есть цель И действительно, мы знаем Что этим мы служим Господу И Мы должны там быть Слава Господу Слава Богу Господу Пусть Господь вас благословит И я хотел бы, чтобы мы Молились о том Чтобы Господь вас благословил И дал вам благословение Благодати И чтобы ваша семья Укреплялась в этом И чтобы Бог благословлял Это служение Это труд И чтобы еще многие люди Которые Молятся Есть люди, которые просто молятся И это очень хорошо и важно Но чтобы они еще крепче Сильнее молились Потому что Сегодня мы увидели ответы на молитву Что Среди этого исламского мира Есть люди, которые идут и проповедуют Идут и несут эту евангельскую весть И чтобы Господь вас благословлял Укреплял вас И даровал вам Милости и благодати Чтобы благословил ваше участие Вот в этих всех служениях И чтобы находились еще люди Которые вас поддерживали Ведь очень важно Когда к этому служению Присоединяются еще другие люди Чтобы к этому служению Присоединялись люди Которые Не просто молятся Но И участвуют в этом Всякий человек, который Пожертвует что-то в это служение В этот труд Он является соучастником Но вы вошли в труд их То есть Есть люди, которые боятся Поехать туда В эти страны Но если они материально поддержат Это служение То это будет огромнейшее благословение Поэтому Мы поощряем всех тех Которые Это не потому что там Надо деньги собрать Или не собрать Нет Мы не ставим С собой цели Но Есть люди Которые знают Что нужно сегодня Что нужно сегодня Исламскому миру Чтобы прекратились эти теракты Прекратились эти взрывы Нужен Христос Нужно нести Евангелие Нужно нести Слово Божие туда Нужно чтобы Слово Божие Там распространялось Чтобы Слово Божие Там укреплялось Чтобы люди Принимали Иисуса Христа И это Это то самое время То самое время Как брат Сергей сказал Что эти двери открываются Что двери открываются Поэтому мы сейчас Помолимся Чтобы Господь вас благословил И те кто хочет С вами участвовать Может быть То же самое И сайт Где можно через Сайт Скажите сайт kirnevfamily.org kirnevfamily.org Еще раз скажу Kirnev Как слышите Так и пишите Через kirnevfamily.org Пожалуйста Если кто Хочет посмотреть Послушать музыку Послушать как они играют Как они поют Как они участвуют В этом служении Или кто-то хочет Может поддержать Может это сделать Поэтому мы благословляем вас В этом Еще раз kirnevfamily.org Ну конечно впереди www Вот сейчас мы помолимся Господи Мы благодарим тебя Иславим Возвеличиваем твое Святое имя Прославляем тебя Господа Творца неба и земли За то что ты Открываешь Эти двери Двери благовестия Эти двери Евангелия Открываешь Вот эти двери Через которые Можно донести До этих людей Весть о твоем Спасении Которое ты даешь Каждому человеку Господи Мы благодарим тебя За семью Kirnev За брата Сергея За его жену За детей Благослови Господи Воздай вас Сто крат И пусть твоя благодать Будет в этой семье Твоя охрана Твое благословение Господи Помоги во всех Переживаниях Во всех Трудностях Помоги Господи И благослови Чтобы они были Благословляемы Тобою И хранимы Тобой Чтобы ты охранял Их благословлял И людей Которые Желают Подключиться К этому служению Господи Ты благослови Мы просим Чтобы имя Твое Прославлялось Через это служение Через этот труд И этих детей Благослови Их дочерей И сыновей Которые едут туда Храни Господи И храни И благослови Господи Чтобы через Вот эти музыкальные инструменты Через эти свидетельства Имя Твое Прославлялось И возвеличилось Господи Мы просим Тебя Все это услыш И благослови Во имя Отца И Сына И Святого Духа Аминь 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok